Необычная находка или выставка одного предмета. Именно так называется проект, организованный в стенах археологического музея Берестия. В этот раз был представлен уникальный экспонат – войлочная шапочка XIII-XIV века. Несмотря на то, что находки из ткани весьма редки, головной убор почти полностью сохранился. Если брать вообще в целом коллекцию в нашем краеведческом музее изделий из ткани, например, головных уборов мужских, то даже 19-20 века мужских головных уборов нет. А у нас же здесь головной убор XIII-XIV век. Всего в ходе ароскопа, который проводил Петр Федорович Лысенко, здесь, на территории деревни Берестия, было найдено только два целых предмета. Вот это шапочка и шестяная рукавичка. Посетителями выставки стали по-настоящему неравнодушные к истории люди. Только они могут в полной мере ощутить всю ценность данной находки. А некоторые из них имеют непосредственное отношение к раскопкам. И это только одна из выставок такого уникального проекта. При отсутствии каких-либо изменений, организовать такую же выставку планируют уже на следующий год. Лично для меня музей Берестия – это, скажем, одно из ярчайших событий в моей жизни. Потому что около 50 лет тому назад я принимал участие в раскопках этого музея. Я рад, что фонды музея пополняются, и он становится все более, скажем, богатым. Не в смысле денежном, финансовом и так далее, в смысле вот этой материальной культуры, которой богат весьма наш город. Шапочка попала в какую-то болотистую, скажем так, среду, в которой не было доступа кислорода. И, соответственно, процесс разложения резко затормозился, если не полностью прекратился на вот эти многие сотни лет. А спустя такой период времени извлекли наружу, очистили, и сохранность более или менее приличной осталась. Это раритет, это невероятная редкость. И события просто невероятной, скажем так, редкости. Один шанс на миллион, что она целая осталась. В рамках выставки археологическому музею Берестия был сделан подарок. Раритетный снимок, на котором запечатлен момент раскопок. Данная фотография пополнила коллекцию экспонатов музея. Мир Чебаков, мой бывший сосед, по-удобному, с которым мы работали здесь. Пожалуйста, с удовольствием. Спасибо. Спасибо большое. Также пополнила наша коллекция. Наталья Хомич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, Новости Бук-ТВ.